всем привет сегодня поговорим о конструкторах и деструкторах а именно не просто конструкторах и деструкторах а об исключениях в конструкторах и деструкторах вот что происходит ну вкратце не вдаваясь в глубокие дебри просто пройдемся чтоб вы знали у меня там было уже видео по поводу исключений что-то такое дальше в советах по c++ тоже есть там советы от скотта мейерса почему не стоит там например бросать исключения в деструкторе или конструкторе вот ну и сегодня посмотрим это с разных сторон и у меня здесь несколько примеров смотрите пример первый есть у нас класс а вот и у нас есть конструктор конструкторе у нас выделяется памяти ну чё-то там может быть еще то есть это могут использоваться какие-то другие объекты либо и стандартной библиотеки например те же виктора или строки не тоже могут генерировать исключения вот но не суть важно короче происходит исключения что происходит какая здесь проблема подумайте ну здесь проблема я думаю вы уже заметили в том что если вот у нас выделилась память не если а просто выделилась память и если происходит исключение то объект не был создан до конца в данном случае объект не был создан если а ну и соответственно конструктор не был отработан полностью так вот если конструктор не был отработан полностью то деструктор не вызывается то есть деструкторы вызываются для тех объектов для которых полностью отработали конструкторы то есть в этом случае произойдет утечка памяти то есть если где-то словится это исключение если кода на пи ну построен так что ловятся исключения и как-то они там обрабатывается не обрабатывается программа работает дальше то это будет приводить вот такой код к утечке памяти если же конечно же нигде блоков траки очень будет то она дойдет до самого верхнего уровня до функции main оттуда будет про брошенное исключение короче будет вызван стд терминейт или просто терминейт но программа аварийно завершится вот но вот здесь мы видим утечка памяти деструктор не отработает вот это запомнили если конструктор не отработал знаешь деструктор никогда не вызовется это первый случай второй случай что у нас тут во втором случае а вот второй случай есть базовый класс вот он и у нас здесь тоже самое уделяется память зануляется вот а в деструкторе памяти освобождается есть базовый класс ой класс наследник вот то есть это базовый конструктор деструктор у нас конструктор выделяет памяти деструкторе освобождается и вот наследники что у нас наследники наследники то же самое у нас даже имя переменной члена класса такое же вот поэтому чтобы доступиться к базовому то мы вот через область видимости указываем что мы хотим скопировать данные с базового. Ну, это так, это как бы к этому отношения не имеет. Короче, смотрите. Так, 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 что у нас тут произойдет? В наследнике, у наследника у нас выделяется память. И данные копируются из члена базового класса в данные наследника. И тоже происходит исключение. Подумайте, что здесь не так. То есть, у нас здесь тоже конструктор, деструктор. И у базового класса конструктор и деструктор. Ну, я думаю, понятно, что здесь не так. А вот вопрос такой по поводу вот этого деструктора. Будет он отработан или нет? Ведь, исходя из первого правила, что если объект не был, ну, если не был сконструирован полностью, то и деструктор для него не будет вызываться. То вот здесь такой вопросик. Есть базовый класс, есть наследник. И, соответственно, наследник сначала вызывает конструктор базового класса, потом свой конструктор. Потом свой деструктор, и потом деструктор базового класса. Так вот, интересно, деструктор базового будет отработан или нет? Подумайте. Ну, а правильный ответ. диструктор будет отработан базового класса потому чтобы конструктор отработал значит и диструктор от работы а вот здесь ситуация друга здесь конструктор сработал a destructor не сработает но это все можно по запускать можно по запускать вот здесь умеете примерчики есть и И давайте посмотрим. Сейчас запущу. Так, F10, что у нас вышло? У нас базовый конструктор вызвался, конструктор наследника вызвался. Дальше исключение произошло. И, как вы видите, деструктор наследника не вызвался, а базового класса вызвался. То есть в данном случае правило, в принципе, остается тем же. Для тех объектов, для которых конструкторы отработали, а вот в данном случае конструктор отработал, то и деструкторы тоже отработают. Дальше. Пример 3. В примере 3 у нас много классов. А, Б, С, Д. И есть какой-то юнит. И, смотрите, у нас в членах класса объекты. А, Б, С, Д. Так вот, при конструировании какого-то может произойти исключение. А, ну, давайте посмотрим, что произойдет. Так, делаем вот это. Опачки, не сработало. Сейчас. Так, запускаем. Смотрите, 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 что у нас произошло. У нас произошло, конструкторы А, Б, С вызвались. Дальше. А вот деструктор А не был вызван. Не, не, деструктор С не был вызван, потому что произошло исключение. Давайте сейчас еще раз я посмотрю на это, где у нас был. Пример 3. Пример 3. Смотрите. Исключение у нас было споймано аж вот-вот здесь. То есть, мы, 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 мы обернули создание объекта, вот, локального объекта, вот, блоком TryCatch. Дело в том, что есть способ словить исключение внутри конструктора. Сейчас я вам его покажу. Потому что, смотрите, когда исключение здесь происходит, при конструировании какого-то из объектов, то вот здесь, если мы напишем TryCatch, то мы ничего не словим. Потому что, дойдя вот до вот этого куска, объекты вот эти уже будут проинициализированы. Или не будут проинициализированы. Как в данном случае, для объекта С, вот в С было сгенерировано исключение. Так вот, как же словить исключение на этапе конструирования вот этого всего? Ведь вот это, вот здесь мы не можем написать TryCatch. Ну, смотрите, это можно сделать прям вот-вот так вот. Сразу Try и Catch. Вот здесь мы теперь можем словить исключение. Вот-вот так вот. Ну, так, в принципе, можно оборачивать любую функцию. TryCatch. Ну, в такой TryCatch. Теперь, смотрите, идет сконструирование. И что мы видим? Вот где-то вот здесь. То есть, когда мы объявили вот здесь члены какие-то, ну, переменные, то инициализация объекта ведет в той же последовательности, в которой все это было объявлено. То есть, сначала инициализируется, ну, вызываются конструкторы A, B, C и D. И, соответственно, аж после этого идет отработка непосредственно тела конструктора. Вот. Ну, либо же, если там нам нужны параметры, то мы обычно указываем список инициализаций. Вот здесь там можно какой-то список инициализаций указать. Вот. То есть, поняли, да? То есть, этот пример, так, в этом примере я показываю и показал, как можно словить исключение при инициализации вот этих объектов. Ну, по поводу конструкторов, все. Теперь давайте по поводу деструкторов. Ситуация с исключениями в деструкторах не очень простая. Дело в том, что бросать исключение в деструкторе вообще, ну, никак нельзя. Ну, как, раньше вроде бы можно было. Сейчас дело в том, что происходит падение. Если я просто так вызову исключение в деструкторе. Поэтому можно написать no accept false. Вот. Можно написать и посмотреть на результаты работ. Вот. Отработки итогов всего. Давайте посмотрим. Пример 4. Пример 4. Ну, короче, почему нельзя бросать исключение в деструкторе? Ну, одна из самых главных причин, потому что при раскрутке стека уже какое-то исключение может быть брошено. Соответственно, мы бросаем еще одно исключение. И исключение на исключение порождает терминейт. То есть программа аварийно завершается. В данном случае, в данном случае, вот у меня Linux, компилятор какой-то, GCC. И под Windows, под Visual Studio 2017 тоже, если я не добавляю no accept false, то вызов исключения в деструкторе, который, ну, если тут try-catch не будет, а просто throw, да, вот здесь сделано, вот деструктор. Если просто будет здесь возбуждение исключения, а не будет try-catch, то вызывается тот же терминейт. Вот, поэтому я везде подобавлял no accept false. Так, короче, что у нас, давайте посмотрим, происходит. Ну, к примеру, вот генерится исключение. Исключение сгенерилось. Сгенерилось. Надо точку останова нормально поставить. Так, 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 где тут четвертый, вот. И это исключение мы здесь поймаем. Ну, то есть вы первое должны запомнить, что генерация исключения в деструкторе плохая идея. Если вы подозреваете, что в деструкторе может быть сгенерировано исключение, ну, каким-то другим объектом, то оберните в блок try-catch, вот здесь, и внутри споймайте. Не надо его выбрасывать наружу. Почему не надо? Потому что, ну, вы сейчас увидите. Как раз, например, когда будет раскрутка стека. Так вот, смотрите, было сгенерено исключение. Вот, оно пробросилось наружу. И снаружи было поймано. Вот. Соответственно, вот. Ну, как бы, деструктор-то, на самом деле, до конца не отработал. Написало здесь, потому что я перед генерацией исключения вывел для информативности. И выявил, что отработал деструктор. Вот так вот. Так, давайте рассмотрим пример 5. Что у нас в примере 5? По-моему, все то же самое. В примере 5. Ну да, все то же самое. Пример 5 и 6, по-моему. Не, пример 4 и 5, они, по-моему, одинаковы. Просто в примере 4, если убрать no accept, то мы при генерации исключения сразу же получим падение. Падение, и поэтому, поэтому программа завершится аварийно, и это будет очень неприятно. Так, давайте в 10 происходит бумс, как вы видите, аварийное завершение программы. Ладно, ладно, как это обойти? Это, это у нас есть в примере 5. В примере 5, сейчас еще раз, в примере 5. А не, в примере 5 ничего нету. Сейчас, пример 6. Вот, а в примере 6 как раз вон есть try catch. Давайте я это в пример 5 перенесу. Даже вот так вот. Давайте, пример 4 я возьму. И чтобы не было проблем, чтобы вот таких вот проблем не было, нам нужно сделать вот следующее. Нам надо в деструкторе все потенциальные места генерации исключений. Ну, а лучше, ну не лучше, ну в принципе, почему бы и нет. Вот, если, если такой код уже есть, да, который может генерить исключения, то тогда лучше бы это все обернуть, чтобы не было вот таких вот падений. Так, и теперь, теперь, теперь у нас деструктор можно не помечать блоком. Ну, деструктор, не блоком, а деструктор можно не помечать там в конце. Но в акцепт можно не писать. И теперь исключение будет с поймано. С поймано. Давайте я еще раз, пример 4 запущу. Вот, теперь смотрите. При, 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 при отработке деструктора у нас, что у нас произошло? У нас произошла генерация исключений. Соответственно, это исключение мы споймали внутри. Споймали внутри и ничего не происходит. Ничего страшного не происходит. То есть, исключение было поймано. Вот, exception произошел. Сработал деструктор. И это второй вызов. Оно не очень информативно. Давайте я добавлю информацию. То есть, это все, конечно же, эти примеры будут на гитхабе. Так, ладно, я думаю, с этим понятно. Теперь, смотрите, пример 5. Что в примере 5? В примере 5 я оставлю то же самое с пометкой no accept и, 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 и. А, нет, тут есть друг. Вот, вот здесь начинается раскрутка стека. Сейчас я вам ее покажу. Так. Ну, что такое раскрутка стека, я думаю, вы знаете, да? В общих чертах. Это у нас, когда происходит генерация исключения, то мы смотрим на этом уровне, да? На стеке. Если перехватчик, если какой-то перехват исключения, если нету, то мы на уровень выше поднимаемся. То есть, ну, функция вызывает функцию. И какая-то функция вызывает еще одну функцию и так далее и тому подобное. И так вот формируется стек. И, соответственно, нам надо подниматься на все уровни выше, выше и выше, пока не найдем того, кто словит наше исключение. Либо же, если дойдем до мейн, то программа завершится аварийно. Так вот. Что происходит, когда вызывается исключение? Для всех объектов, которые были созданы, для них вызываются в процессе раскрутки стека, вызываются деструкторы. И вот теперь, смотрите, ситуация. Было сгенерено исключение, оно уже есть, это исключение. И начинает отработка деструкторов объектов, которые были уже созданы. И при отработке одного деструктора, в данном случае, вот этого объекта, у нас генерится исключение второе. Так вот, одно исключение на второе исключение порождает... Что порождает? Правильно. Порождает terminate. То есть, падение программы. Мы сейчас это посмотрим. Так, теперь смотрите. Бу-бух, бубух, бубух. И вот мы как раз упали. Почему упали? Потому что... Давайте я точки нормально расставлю. Вот так вот. И запущу еще раз. Итак, конструктор отработал. Теперь генерится деструктор. Ой, генерится исключение. Соответственно, в стандарте сказано, начинают вызываться деструкторы для тех объектов, для которых отработали конструкторы. Здесь конструктор отработал? Да. Значит, будет вызван деструктор. Вызывается деструктор. Где он? Вот он. И этот же деструктор генерирует исключение. А уже у нас одно исключение есть. То есть, в данный момент происходит раскрутка стека. И бздынь. И что мы получили? Программа упала. Потому что при раскрутке стека у нас произошла вот такая вот неприятность. То есть, соответственно, вот это одна из, так сказать, основных, одно из основных правил не пробрасывать, не позволять исключением покидать деструкторы. Потому что может идти раскрутка стека. И, соответственно, у нас будут проблемы. Где тут пример 5? И эти проблемы возникли. И, как вы видите, здесь кетчи есть. Есть те места, которые будут ловить исключения. Но ничего не помогло. Вот. Так, что у нас с примером 6? Пример 6, по-моему, такой же, да? Ну, пример 6 сейчас запустим. И что у нас тут? У нас тут, в принципе, все то же самое. Все то же самое. Только здесь у нас... Только здесь у нас... Сейчас давайте я попробую сделать... Словить. Словить это исключение вот здесь. Но если мы его здесь словим, то, я думаю, вы понимаете, что в данном случае, находясь... Сейчас я еще раз запущу. Смотрите, пример 6 аналогичен. То есть, у нас отработал конструктор и генерится исключение. Соответственно, вызывается деструктор. Но в этом деструкторе у нас потенциальные места были обернуты в trycatch. Соответственно, ничего не происходит. Потому что, когда у нас, где-то пример 6, вот он, отрабатывает деструктор, то мы все страшные места обернули в trycatch. Соответственно, даже если в этом моменте это происходит раскрутка стека, то ничего страшного не произошло, потому что наш внутренний exception не вырвался наружу. Вот. То есть, раскрутка стека будет идти дальше. Кстати, говорят, что на некоторых компиляторах раскрутка стека даже и в этом случае иногда может продолжаться. Не знаю, я такого не видел. Так, и смотрите, теперь пример 7. Ну, по поводу этого примера здесь можно узнать, находимся ли мы сейчас в процессе раскрутки стека. Для этого есть вот такая функция std-uncash-exception. Ну, дело в том, что в 17 стандарте она деприкейтед стала устаревшей и в 20, по-моему, будет выпилена. Я не знаю ее полезность, нужна она или не нужна, я сам не исследовал. Но саттер, по-моему, высказывался о ней как о совершенно бесполезной штуке, которая тоже вызывает сомнения. Вот. Ну, в любом случае, давайте посмотрим, что это такое. Смотрите. Для чего она нужна? Ну, мы просто можем узнать, находимся ли мы в процессе раскрутки стека. Смотрите. Был конструктор, дальше сгенерено исключение. Соответственно, соответственно, с помощью этой функции мы можем узнать, что сейчас идет раскрутка стека. И если идет раскрутка стека, знаешь, мы типа генерить исключение не будем. Ну, как бы бредовая идея на самом деле. Вот. И у нас как бы типа все хорошо происходит. Вот. Все вроде хорошо. А типа, если мы не в процессе раскрутки стека, то мы генерим исключение. Ну, так себе. Зачем? 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 Лучше всего отказаться от идеи генерации исключений вобще. Ну, возможно, в одном проценте из 100 это генерация исключений и оправдана. Но лучше всегда подумать раз 15 или 20 и попробовать переделать. Ну, если есть, конечно же, на это возможность. Вот. Если нету, то запомнили. Try пишите. Catch. И попытайтесь все словить. Ну, либо вот так вот. Не знаю. Try вот так вот написали. Сейчас. Catch. Вот. Полностью весь деструктор обернули. И если вдруг что-то произошло, то записали в лох. Ну, ну или не знаю. Вот. Короче, надеюсь, идею вы поняли. То есть. Генерить исключения в конструкторе идея не очень хорошая, но в деструкторе совсем плохая. Поэтому старайтесь никогда не допускать того, чтобы исключения покидали деструктор. Даже если у вас все нормально при генерации исключений. Ну, и, к примеру, вот без вот этого NoExcept, да, при генерации исключений в деструкторах, то вряд ли у вас будет все нормально, если пойдет раскрутка стека. То есть. Вот. Как в данном случае. То есть. Будет сгенерировано одно исключение, и одно исключение на другое наложится. И все будет очень печально. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok